Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в шоуруме Медиа-центра Казанского Федерального Университета у нас встреча с интересным гостем. Это Дмитрий Вячеславович Смит, президент Федерации Компьютерного Спорта России, представитель России Международной Кибеспортивной Федерации и организатор и судья внутрироссийских и международных соревнований по компьютерным играм. Поприветствуем его! Мне сегодня помогут в ведении программы Антон Александрович Егорычев, заместитель директора Института Вычислительной Математики и Информационных Технологий Казанского Федерального Института Университета и Ахмадуллин Алмаз, руководитель киберспортивного направления Института Вычислительной Математики и Информационных Технологий Казанского Федерального Университета. Похлопаем тоже! На самом деле это будет для меня самая необычная программа, которую я когда-либо вел. Почему? Потому что когда мне предоставили список вопросов, которые захотели задать нашему уважаемому гостю, я понял, что я не знаю даже терминов, о которых там идет речь. И поэтому сегодня моя миссия будет очень простая. Я передам свою роль в качестве журналиста, интервьюера, заместителя директора Института участия математики и информационной технологии Казанского федерального университета Антону Александровичу Егоровичу. А сам, зажмурясь, буду блаженно слушать, о чем здесь вещается. Если у меня будут вопросы дополнительные, я тоже их задам. И у меня очень большая просьба к нашим гостям в студии, студентам. Вопросы, которые возникают, не стесняйтесь, поднимайте руку, и мы постараемся на них, их озвучить и, соответственно, получить на них ответы. Спасибо, ваше слово. Спасибо за предоставленную возможность. Очень рад, что сюда пригласили. В дальнейшем институт можно просто называть ВМК по-старому. Это название все знают, все любят. Вот, хотелось бы начать, на самом деле, с простого вопроса для зрителей, который, может быть, не до конца знакомый или не до конца понимает различия. Вот, что такое вообще киберспорт и чем он отличается от обычного казуального гейминга? Ну, основное отличие киберспорта, что это деятельность, нацеленная на результат, на спортивный результат. То есть, это человек, который находится в команде, у него есть тренер, у него есть система тренировок, а у него есть регулярные выступления на соревнованиях, где он пытается занять как можно лучшее место. В целом, киберспорт еще грешит тем, что имеет неплохие призовые фонды, поэтому зачастую профессиональные спортсмены очень неплохо зарабатывают. А вот в связи с этим, можно ли назвать киберспортом те геймеров, которые просто, например, играют в Counter-Strike, собираются в клубах, играют в Dota? То есть, это киберспорт или это уже не киберспорт? Вы знаете, есть спорт, есть физкультура, да, есть просто, не знаю, там, физическая активность. Вот здесь то же самое. Если человек сидит за компьютером и, не дай бог, начинает заниматься своей любимой игрой ночью, в лучшем случае он развлекается. А скорее всего, он начинает терять время, портить себе здоровье и так далее. Потому что первое, чему мы учим в киберспорте, это техника безопасности. Как оборудовать рабочее место, как выбрать коврик для мышек, чтобы избежать туннельного синдрома, как уберечь зрение, делая регулярную зарядку для глаз и так далее. Вот это вот первый камушек для того, чтобы все это шло не во вред. Это, в принципе, не только геймерам, но и там работникам любых сфер, которые связаны с компьютерной деятельностью, пойдет на пользу. Второе, это когда человек просто играет, у него здесь нет системности, у него нет четкости. Понимаете, когда спортсмен тренируется, у него четко ограниченное время, у него есть расписание, у него есть режим сна, режим питания и режим тренировки. Когда человек начинает тренироваться больше необходимого времени, у него накапливает спортивная усталость. И навык вместо того, чтобы расти, начинает падать. И вот в этот момент, конечно же, необходимо останавливаться. Обычный геймер, он этого всего не знает, не чувствует и, как следствие, зачастую гробит свое здоровье. Вот как раз да, хотелось бы еще спросить, вот в связи с этим, вот когда-то вот буквально еще несколько лет назад выходили репортажи о том, что компьютерные игры это вредно, то, что это все плохо. А вот сейчас это вот все превратилось в спорт, в киберспорт. То есть, получается, это все благодаря тому, что это профессиональные тренера, то, что появились режимы. То есть, как вот вы сами относитесь к такому мнению, что вот компьютерные игры это вредно и не надо в них играть? Давайте начнем с того, что компьютерных игр огромное количество. По некоторым статистикам, 17 игр в день выходят. Естественно, к киберспорту это имеет очень далекое отношение. В киберспорт входит буквально несколько десятков игр. Они все короткосессионные, бессюжетные, соблюдают стартовое равенство условий и так далее. Поэтому нельзя говорить, что любая игра может стать киберспортом. Это не так. Во-вторых, если мы говорим про то, что сейчас киберспорт появился, нет, он появился давно. Еще в 2001 году Рожков подписал приказ, что это признанный видом спорта. Это было впервые на планете Земля. Я помню тогда позвонил своим родителям, говорю, мама, папа, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Они говорят, ты женишься? Я говорю, нет, спорт признали. Говорят, а ладно, играй дальше свои игрушки. Поэтому здесь есть вопрос в восприятии общества. Вот как общество это воспринимает. А это имеет определенную инертность. И вот потребовалось большое количество времени, чтобы те люди, которые когда-то со мной 25 лет назад начинали пытаться соревноваться, что-то с этим выстраивать, они выросли, у них появились уже свои дети, они заняли позиции в обществе, которые уже позволяли им нести свое мнение. И, естественно, киберспорт тоже развивался. Изначально киберспорт был исключительно таким нишевым явлением, чисто заточенным на спортивный результат. Когда мы соревновались, у нас не было там больших призов, зрителей и прочего. Я, например, за свою спортивную карьеру, хотя занимал в международном рейтинге второе место, и зачастую занимал первые места на международных соревнованиях, самое большое, что я выиграл за свою карьеру, это был компьютер. Обычно это была мышка, диск с игрой, при этом мы еще платили регистрационные взносы, а сейчас, кстати, это все бесплатно. И для нас это было нормально. Но тогда здесь не хватало очень важного элемента, потому что настоящий киберспорт, он находится на стыке трех вещей. Это технология, это спорт и это шоу. Вот как раз элемент шоу пришел немножко позже. Когда появились комментаторы, аналитики, когда появились свои звезды, зачастую эпатажные, зачастую привлекающие к себе внимание такими нестандартными своими высказываниями и так далее. Вот тогда это, как говорится, все пазлы встали на свои места, и киберспорт стал тем, что он есть сейчас. Это массовое явление, которое охватывает огромное количество аудитории. По некоторым оценкам, это уже превысило 20 миллионов человек в России. Очень интересно, спасибо. А вот вы упомянули то, что у спортсменов есть какое-то свое расписание. А какой примерный распорядок дня у спортсмена? Бывают ли у них выходные? Вообще, как они отдыхают? Они отдыхают в других играх, играя просто в казуальщину? Или они все-таки выходят на природу? Вы знаете, здесь каждый человек отдыхает по-своему. Некоторые любят почитать книжки, кто-то посмотреть сериалы, кто-то там погулять со своей девушкой на берегу пруда. Здесь уже каждый сам. Но, естественно, у них есть выходные. Естественно, у них есть отпуска. Ну, то есть, это такие же люди, это не биороботы, это не какой-то придаток компьютера. Не надо здесь как бы загущать краски. Совершенно нормальные ребята. Вот, опять же, завтра у нас начнет работу стенд в рамках Российской спортивной державы. Приходите, посмотрите, как эти люди выглядят. Мы привезем известного киберспортсмена Дмитрия Дорохина из команды Virtus.pro, известного как DM. Это человек, который вот как раз прошел нашу социальную лестницу. Он участвовал как студент в наших студенческих соревнованиях, в массовых соревнованиях. Сейчас вот стал профессиональным спортсменом, находится в составе самой известной российской команды. Ну, DM, думаю, здесь всем известен в зале. Вот. И все-таки, а сколько в день часов за игрой проводит киберспортсмен? То есть, от разных игр к разному, наверное, все-таки. Ну, вот, например, в Доту я сам слышал то, что по 12-14 часов в день проводят. Это правда? Вы знаете, здесь все зависит от ситуации. То есть, когда киберспорт чем еще отличается от традиционного спорта? Вот правила в хоккее и футболе меняются крайне редко. Даже вот фотофиксация гола и то, как бы очень медленно приживалась в футболе, например. А в киберспорте все, наоборот, динамично. Регулярно выходят так называемые патчи, которые немножко меняют баланс в игре. Вот когда выходит новый патч, естественно, надо тренироваться больше. Но это никоим образом не круглосуточно. И даже 14 часов я, честно говоря, не слышал, чтобы ребята таким образом занимались. По 12 часов, да, бывают такие ударные тренировки. Но в целом это обычный рабочий день. Это 8-часовая история. Но, опять же, вы не думаете, что он все время сидит и занимается исключительно тем, что оттачивает свою механику. Нет. Помимо практики, есть еще теория. Очень важно изучить стиль соперника. Увидеть его слабые места. Подготовить домашнюю заготовочку, конкретно под него. Это все тоже очень важно. Свои ошибки посмотреть. Пообщаться со спортивным психологом, чтобы понять, кто действует неправильно. Вы себе представьте все-таки тот же самый Virtus.pro. Это команда, которая уже несколько раз выступала на The International. Это огромный стадион. Это на кону десятки миллионов долларов. Последний раз уже более 40 миллионов долларов призовой. На тебя надеется толпа фанатов. И вот тебе в этот момент надо сесть, собраться и сыграть. Если у тебя идет что-то не так, очень важно суметь это все правильно перебороть. И вот здесь вот как раз роль спортивного психолога очень тяжело переоценить. Это все тоже входит в тренировку. Контроль, дисциплина и так далее. А вот насчет тренеров. Вот скажите, пожалуйста, теорию именно тренера готовят, анализируют? Или все-таки вместе с командой? Или с капитаном команды? Как команда участвует? Это совместная работа. Ну, это как, ну, не знаю. Футболе вы себе представляете, что вот тренер говорит, а футболист стоит, слушает и помалкивает. Ну, нет. Это диалог. Это все-таки попытка найти, скажем так, золотую середину. Понять, что действительно можно сделать. А роль тренера, безусловно, важна. Но тренер, который не нашел диалога со своей командой, ну, его долго не продержат. Его просто уволят. А, ну, то есть все-таки важнее, важнее получается, становится сама команда. Потому что такое было представление, что вот когда попроще было все с киберспортом, там все-таки команды сами выбивались. А сейчас, так как это на профессиональном уровне, так как это шоу, у некоторых есть мнение, что вот там, ну, игроков набирают, скажем так, тренируют. А главное, это тренера, это те, кто там бизнесом занимаются. То есть это ведь тоже в своем роде бизнес. То есть в итоге получается все-таки команда, она важнее. Здесь, смотря с чем мы сравниваем, что является критерием оценки. Если мы говорим про профессиональный клуб, естественно, это бизнес. Естественно, в нем решает владелец этого бизнеса. И он уже как бы выбирает, уволит ему тренера или нерадивого спортсмена. Это безусловно. Но спортсмены, в свою очередь, образуют некий такой маленький профсоюз. И они со своей стороны тоже говорят, вот с ним нам играть комфортно. Мы уверены, что его можно подтянуть до нашего уровня. Если вы его уберете, мы сильно расстроимся. Может быть, даже все там, как сказать, впадем в депрессию, условно говоря. И с этой точки зрения здесь всегда диалог. Здесь нет такого, что решение в чьих-то одних руках находится. Всегда множество факторов. Формально, безусловно, решает руководитель этого бизнеса. Но глупые люди бизнесом не руководят. Они всегда прислушиваются к мнению того же тренера, тех же спортсменов. Да, это очень интересно. Спасибо. Можно вопрос? Дмитрий Вячеславович, вы сам тренер? Ой, я уже давно не тренер. В свое время было. Я создавал команду, которая называлась Орки. Мы много побеждали в стратегиях реального времени. Тогда, да, тогда я ребят тренировал. У меня вот опыт как тренера. Как вы подбирали игроков? То есть можно было, ну, условно говоря, к вам приходят добровольцы, желающие. Вы смотрите, как он играет. Вот этот парень талант, я его возьму и буду развивать. Или как это вообще происходило? Ну, здесь, наверное, у каждого тренера своя была стратегия. Я лично смотрел не на тот уровень, на котором спортсмен сейчас, а на тот потенциал, который в нем заключен. То есть, например, когда я познакомился с Сергеем Можигиным, он играл под позывным «Осмодей», я увидел в нем такую вот несгибаемую уверенность в себе. Мы когда с ним познакомились, он говорит, я тебя обязательно сделаю. А я тогда сам был еще на пике формы. Вот мы с ним сыграли раз, он проиграл, два проиграл, три проиграл. Но он не успокоился, он вот продолжал пытаться. У него не было такого, что он сломался и там, и так далее. Вот. Я увидел в нем вот эту вот несгибаемую волю в победе. И дальше он стал одним из сильнейших игроков в мире. Точно так же там был другой случай, когда к нам пришел в клуб Иван Демидов, играющий под ником потом «Орки Сол». Кстати, он потом ушел в профессиональный покер, занял второе место на чемпионате мира. Вот. Это тоже всем в интервью рассказывал, что именно киберспорт дал ему вот эту усидчивость, навыки и прочее. Но суть не в этом. Когда я увидел просто, как он играет, я был поражен, потому что человек совершенно не пользовался клавиатурой. Он все нажатия совершал мышкой. А задействование клавиатуры ускоряет, ну не знаю, в три раза процесс. И при этом он выдавал потрясающую скорость и вполне составлял конкуренцию тому же «Осмаде». И он в итоге ему проиграл. Но когда мы его научили пользоваться клавиатурой, он показал фантастическую скорость управления юнитами. У меня тоже вопрос, раз речь зашла о карьере, тренерстве и форме. Вот если взять аналогии с футболом, то пенсионный возраст футболиста 30-35 лет. Потом они идут в рекламу чипсов, рекламу автомобилей и так далее и тому подобное. Вот куда после... какой возраст пенсионный считается у кибератлетов и куда они идут потом? Спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. Ну, начнем с того, что спортивная старость в спорте в разных видах разная. А в киберспорте есть несколько дисциплин. Если мы говорим, например, про стратегии реального времени, то вот в 25 лет я на себе это почувствовал. Головой я понимал, что нужно сделать, а руками уже не успевал. Очень неприятное ощущение. Ну, вот в тех дисциплинах, где важна скорость реакции, спортивная старость начинает подступать в 25 лет. А выше 30 уже играют, ну, совершенно уникальные люди. Это единица там уникам. А если же мы говорим про, например, стратегии пошаговые, соревновательные головоломки, то здесь нет привязки скорости реакции. Вот в том же самом Хардстоуне тебе дается 2 минуты на ход и думай, совершенно спокойно ходи. У нас там есть люди, которые показывают высокий результат, а это там за 50 лет. Поэтому здесь все зависит от конкретной дисциплины. Но в целом, в целом это, конечно же, спорт молодых. В целом это аудитория, которая вот 16-24. Если же говорим про жизнь после карьеры, то, во-первых, карьеру вне спорта надо выстраивать пока ты еще в спорте. Рекламируют чипсы, раз уж мы про них говорим, надо начинать когда ты еще на пике формы, а не когда ты уже выходишь в тираж. Естественно, помимо того, что ты можешь стать лицом какого-нибудь крупного бренда, а здесь опять же пример того же Рамзеса, когда он Head & Shoulders рекламировал, можно же двигаться в другом направлении. Многие становятся комментаторами, многие становятся аналитиками, многие идут в тренеры. То есть здесь есть большой-большой спектр, куда человек может себя применить. И здесь все зависит от его внутренних навыков. Если у тебя огромный харизма, естественно, тебе в медийное пространство. Если у тебя огромный аналитический ум, то, пожалуйста, иди в аналитику. И так далее. Еще один вопрос. Дмитрий Вячеславович, а скажите, вот есть в обычном спорте, есть звезды, Месси, которые знают, узнаваемые их миллионы, миллиарды людей узнают. А когда, вот киберспорт развивался на ваших глазах, когда киберспортсмены, звезды станут такими же популярными, на ваш взгляд, и станет ли это когда-нибудь в широких массах, как вот футбол, звезды футбола, звезды хоккея? Ну, вы, наверное, удивитесь, но они уже стали. Вплоть до того, что, например, гражданину Финляндии, который в составе своей команды выиграл International, ему руку жал, как сказать, первое лицо страны. И аудитория здесь появилась уже давно. Другое дело, что именно последний этап развития технологий, интернет, который окутал вообще всю сейчас планету, позволило этому раскрыться в полной мере. Сейчас это настоящий рок-звезды с огромной толпой своих фанатов. Вот мы, например, здесь в Казани, когда в 2019 году на территории Поволжской Академии проводили финал международных соревнований, там, по-моему, семь стран в итоге было на финале. Так вот, была автограф-сессия, когда ребята раздавали автографы. Ну, порядка часа люди стояли в очереди и были совершенно счастливы, когда получали автограф своего кумира. Вот такая история. Там вот у девушки, да, очень интересно слушать. Микрофон, подождите. Со стороны прекрасной половины вопроса. Я всегда слышала о киберспорте, что там участвуют в основном парни молодые, а вот про девушек никогда не слышала. Они вообще в этой сфере как-то есть? Нет? Нет? Интересно. Хороший вопрос. Ну, начнем с того, что они, безусловно, есть и всегда были. Просто это к теме о инертности мышления нашего общества. Если мальчик начинал играть там лет 15 назад, ну, ладно, хоть по подворотням не шатается. Если девочка начинала играть, все, надо срочно спасать человека. И поэтому как-то не прижилось изначально, чтобы женщины выступали в киберспорте. Но есть. Есть, даже еще если 15 лет назад были, женская команда, например, по каунтер-страйку неоднократно побеждала на европейских соревнованиях. София, например, у нас побеждала на международных соревнованиях по тейкину. Причем там были женские соревнования, а потом у нее еще был шоу-матч с чемпионом мальчиком. Она еще и мальчик разнесла. Мальчик, конечно, потом отмазал, что он поддавался, но все прекрасно видели, что это было не так. Поэтому нет. Женщины в киберспорте чувствуют себя замечательно. Есть даже капитана женщины. И с этой точки зрения, еще раз, наш вид спорта, ну там нет такого, что он там мужской или как-то еще. Наоборот, все исследования, которые мне известны, показывают, что женщины способны достигать не меньше, как минимум, результатов, нежели мужчины. Хорошо. Тогда вот у меня появился вопрос, связанный как раз с возрастом спортсменов. Вы сказали то, что в 25, это в принципе же, ну до 25 примерно, максимум до 30. Но ведь получается в это время это вот еще школьники, студенты. Безусловно. Стоит ли вообще вводить вот киберспортивные кружки в школы и университеты? И тогда такой вопрос. Если студента отобрали уже играть, например, в профессиональную команду, будет ли у него возможность параллельно учиться или... Вот как это происходит, если вот это студент, и вот он в команде, ему нужно работать, получается, уже на киберспорте? Хороший вопрос. Давайте начну с конца. Где студенты? Если он в Соединенных Штатах Америки, то у них есть стандартная система. Он просто автоматом получает хорошие оценки и выступает за команду университета в любом виде спорта. Там это принято таким образом. У нас, слава богу, все-таки немножко по-другому. У нас, если студент выступает за киберспортивную команду, у него есть возможность совмещать это с реальной учебой. То есть здесь нет такого, что тебе надо выбирать между одним и другим. Это возможно. Но главное сейчас не в этом. Если мы говорим про массовые, про секции, которые там путывают и спортивные, и общеобразовательные школы, мы не говорим, что это секции, нацеленные на то, чтобы расти чемпионов. Нет, мы говорим о том, что это секции, которые нацелены на взращивание гармонично развитой личности. Эта секция нацелена на то, чтобы у детей появились те навыки и компетенции, которые позволят им стать успешными в жизни. Вот многие говорят, что в киберспорте много насилия. Это не так. В киберспорте есть спортивная агрессия. Она есть везде. Без дозированной агрессии, а спорт в первую очередь дисциплине учит. И тому, как дозировать эту агрессию. Вот без этой самой дозированной агрессии ты не сможешь построить ни один бизнес. Ты просто не сможешь быть успешным в нашем мире. Помимо этого, киберспорт учит огромное количество традиционных навыков. Общей дисциплине. Умение взаимодействовать с людьми, играть в одной команде. Есть специфические навыки. Принятие решения условий неполной информации. Управление сразу многими объектами. Есть менеджмент ресурсов. Да в конце концов, есть даже практически профориентирование. То есть, если мы возьмем тех же самых дронов, которых можно будет посмотреть уже завтра на площадке. Это курс, который рассчитан на один год. И через один год у человека уже вырабатываются механические навыки. Потому что в руках у него точно такой же джойстик, когда он управляет дроном на компьютер в виртуальном пространстве. Как и реальной. У него выполняются упражнения, которые позволяют ему выработать эти навыки. И в дальнейшем он становится оператором дрона. Фактически ему нужно там пару раз полетать этим дроном в реальном мире. И все. При этом это безопасно. Он никого не поранит. Это дешевле, потому что он не разбивает этих дронов. И это ты можешь делать, как говорится, в любую погоду, симулируя себе эту погоду в игре. Поэтому с этой точки зрения это прямое профориентирование. Поэтому если мы говорим про киберспорт, вот я, например, даже своего сына, когда футбол отдавал на секцию, или в тейквондо, я не рассчитываю, что он станет у меня чемпионом. Мне это нужно для общего развития. То же самое и с киберспортом. А вот скажите, пожалуйста, по поводу команды. У команды ведь всегда есть капитан, правильно? В любом, то есть в Dota, Counter-Strike. В любой командной игре есть капитан. Есть просто индивидуальные соревнования. Во время соревнований тренер принимает участие в руководстве? Или все-таки там капитан на себя полностью берет и готовится? Вот как отбирается капитан? По лидерским качествам или по тому, кто лучше играет? Очень хороший вопрос. Вы знаете, универсального ответа нет. Начнем с того, что разные соревнования по разным дисциплинам имеют разный регламент. И в некоторых случаях тот же самый тренер может находиться непосредственно за спинами спортсмена всю игру и давать им какие-то рекомендации. В некоторых случаях он может находиться только на преддверии игры. Если мы говорим про Dota, в стадии пика он может находиться. Когда уже пики баны закончились, он должен уйти. Ну, я не знаю, сколько это... В общем, у тренера есть возможность пробрифовать, во время таймаута подойти, но постоянно давать советы тренер может не во всех играх. Отсюда и у капитанов. В первую очередь, в моем понимании, капитан должен обладать лидерскими качествами и большой харизмой. Потому что, еще раз повторюсь, когда на кону большие деньги и что-то идет не так, очень важно пресечь панику. Очень важно не пытаться начать обвинять кого-то из спортсменов. Важно собрать команду и продолжить выступление. Особенно, если это после поражения. Потому что большинство соревнований построено так, что, проиграв там одну карту, у тебя есть возможность еще продолжить соревнования и отыграться. А вот опять же, если это командная игра, вот всей игрой руководит капитан команды, или все-таки бывали такие случаи, что играть не... Не всегда. Да, вы знаете, есть капитаны, которые, например, если мы говорим про доту, раз уж она самая популярная у нас в России, то вот капитаны есть, например, они вот именно в пиках банах сильны, с теоретической историей. Вот они как бы делают некий план на игру. А дальше передают управление, ну, не знаю, там, некому боевому командиру, который уже более имеет быстрый ум и лучше чувствует саму игру. И может перестроить этот изначальный план, как и любой план хорошего начала боя. Вот, уже динамично перестроить во что-то другое. Есть разные истории. Универсального рецепта нет, и я думаю, никогда не будет. А вот на вашей памяти, вот про психолога вы когда говорили, были случаи, когда в профессиональной игре, в соревновании кто-то из игроков срывался и, скажем так, портил всю игру остальным? Ну, если подсрывался, вы имеете в виду, что он там бросал нарушники, разбивал клавиатуру или монитор? Нет. А если мы говорим про то, что у него происходило некое внутреннее выгорание, и у него опускались руки, такое, конечно, регулярно происходит. Я сам был не раз свидетелем таких моментов, это очень обидно. Вопрос, да? Вячеславович, можно вопрос? Я как раз с своей стороны решил поинтересоваться, каким образом можно, или даже могли бы дать совет, построить некоторый план формирования и развития как раз-таки кружка, направления кибеспортивного в нашем институте, чтобы услышать некоторые напутственные слова? Первое, что от вас? Ну, в первую очередь здесь, наверное, надо сказать, что должны быть определенные правила, и этот кружок никоим образом не должен мешать занятиям в ВУЗе. То есть, должны быть некие критерии по успеваемости. Если человек имеет кучу заложенностей, пускай он их сперва сдаст, потом вернется к тренировкам. Мы все-таки не в Соединенных Штатах, слава Богу. А с точки зрения построения, ну, я бы рекомендовал брать команды, в первую очередь, по тем дисциплинам, что есть сейчас и на российском, и на международном уровне. Во вторую очередь, я бы пробовал добавлять и помимо самой команды, расширить эту историю хотя бы до минимального размера какой-нибудь студии трансляции, то есть, чтобы были свои комментаторы, свои аналитики, чтобы развивать медийку. Это, в свою очередь, придаст большей узнаваемости этому кружку, придет больше людей, и, соответственно, как я думаю, будет и больше поддержка со стороны руководства института. Да, у меня тоже вопрос. Микрофон. Да, вернемся немножко назад, к командной игре. Если позволите, небольшая предыстория. Про «Радугу» слышали наверняка. Слышали про скандал, если не ошибаюсь, в прошлом году на одном из чемпионатов, когда София, оперативник... Давайте я расскажу. Там, да, вы, понимаете, в курсе. Была такая ситуация, что тоже финал чемпионата, и команда атакеров атаковала точку, и остался один защитник, которого положили на крест. В «Радуге» на крест кладут, это когда без чужой помощи персонаж не встает. Персонаж Софии есть способность, когда она сама встает. Значит, благодаря этой способности защитник победили и выиграли чемпионат. После этого в Твиттере, в Ютьюбе все обзорщики, все, значит, кибер... не спортсмены, а все обзорщики, все ютьюберы начали ныть про то, что это дисбаланс, и вообще играть невозможно. На что руководство Юбисофт прислушалось к ним и убрало эту обилку. Так вот вопрос. Вот по вашему мнению, насколько правильно, когда руководство вот этих игр, вы говорили, что выходят постоянно новые меты, выходят новые тактики, насколько правильно, когда руководство игр прислушивается только к одной стороне, игнорируя абсолютно простых игроков, в котором, ну, как бы вообще до фонаря вот эти чемпионаты, они просто играют в свое удовольствие? — Вы знаете, сложная тема. Начнем с того, что в целом это глобальная проблема киберспорта. Потому что, когда мы говорим футбол, хоккей, они никому не принадлежат. Как только мы говорим Rainbow Six, как только мы говорим там Dota 2, это есть конкретные компании, чьей частной интеллектуальной собственностью эти игры являются. И они, в первую очередь, коммерческие, они заточены не на спорт, они заточены на заработок. И вот в тот момент, когда компании чувствуют, что произошло что-то неприятное, они могут потерять деньги, вот тогда в этот момент, конечно же, у них возникает желание сделать какие-то шаги на то, чтобы этот скандал нивелировать. Здесь сложно их винить, у них свои задачи не создавались для того, чтобы зарабатывать деньги. Да, для спорта это не очень хорошо. Для этого, опять же, чтобы был диалог между игроделами и спортивным сообществом, надо объединяться. Для этого мы создавали свою федерацию, для этого мы вступили в международную федерацию. В прошлом году учредили и создали европейскую федерацию. Сейчас уже более 100 стран входит вот в это сообщество, и это позволяет начинать вести диалог с игроделами с другой позиции. Нас уже много, нас уже сложно игнорировать. Поэтому в конечном итоге мы все-таки рассчитываем, что международная федерация сможет выйти на очень конструктивный диалог с игроделами. И там уже будут не только, скажем так, рассматривать интересы тех людей, кто громко кричит, но и вот этого большого спортивного сообщества. Наверное, вот так отвечу. Вы говорили, что в киберспорт ходят несколько десятков игр, выходят постоянно новые игры. И как вот решается такой вопрос, вот вводить эту игру на международный уровень вообще играть, ну или нет? Их же создаются очень много каждый день. Вот. Мне так интересно стало. Это правда хороший вопрос. Ну, здесь есть несколько моментов. Момент первый. Игра должна соответствовать критерии честности. То есть, если в игре, условно назовем, есть кнопка «пай ту видать», и себе можешь купить там, не знаю, доспех бога и всех побеждать, то эта игра никогда спортом не станет. Это обязательно должна быть игра, у которой есть стартовые равные возможности. Не знаю, вот возьмем тот же самый World of Tanks. Вроде бы там можно много донатить, можно себя усиливать, но в то же время, когда проходят соревнования, это сервера турнирные. То же самое с тем же Warface, который является отечественной разработкой. Как только мы говорим про спорт, донат перестает играть значение. Все в равных условиях. Это основное требование. Второе – это популярность. То есть, мне, например, очень нравится игра Tetris, отечественная разработка. Есть сетевой Tetris, когда играют друг против друга. Каждый раз, когда ты скидываешь две полоски у себя, соперник подкидывает на одну. Ты скинул четыре, его подкинуло на три. Есть свои стратегии, есть люди, которые с бешеной скоростью нажимают на кнопки. И это все очень зрелищно, кроме всего прочего. Но это не популярно. Поэтому проводить соревнования по такой игре бессмысленно. И это второй фактор – популярность. Третий фактор – это уже готовность игродела идти на контакт. Потому что некоторые говорят, не, ребят, нам не интересно. Вот фантастический здесь уровень показала в свое время компания Riot Games, которая пришла к Международной Федерации, говорит, слушайте, проведите соревнования по нашей игре, мы еще даже денег дадим на призы, спортсмена всех привезем за свой счет. Только одно условие. Вы знаете, вот все, кто играет в континентальные лиги, они не имеют права участвовать у вас. У вас будет чемпионат мира, но без сильнейших игроков. Нормально? И возникает вопрос, а что же это за чемпионат мира такой? Ну вот у них такое видение, у них есть свой продукт, и они его хотят позиционировать как элитарный. А чемпионат мира, ну это что-то такое, массовое просто. Вот у них такой взгляд. Поэтому здесь диалог с игроделом очень важен. Если мы его находим, тогда у этой игры есть все шансы. Ну и с последнего, что появилось в кибершпорте, это, наверное, мобильное направление. Вот, например, Clash Royale. Несколько лет назад мы вышли на диалог с финской компанией, поняли, что им это интересно, что они адекватны, что мы можем с ними выстроить взаимоотношения. И мы интегрировали. И сейчас у нас, не знаю, треть участников наших соревнований, это участники по Clash Royale. Это безумно популярная сейчас вещь. Тогда вот я задам тоже в связи с этим связанный вопрос. А как вы считаете, игры на мобильных консолях, вот прежде всего Nintendo Switch, могут занять место в киберспорте? Ой, вы знаете, в России точно нет. В России в целом направление приставок достаточно низшего и всегда было, потому что приставку надо было покупать, а компьютер был на работе, у кого-то там дома. То есть так же, как смартфоны есть практически у всех. Но здесь есть еще и технические вещи, потому что все-таки консоль, как и мобильная платформа, она весьма ограничена с точки зрения мощности. Компьютер здесь ее будет превосходить. Поэтому нет. Я думаю, что у именно консолей будет такая достаточно скромная роль. Они будут иметь, скажем так, свою аудиторию. Они могут быть частью, маленькой частью киберспорта. Ну, не знаю, там процентов 5, может быть, это все займет от общего рынка, не более. Вот, еще у меня есть тогда вопрос. В последнее время, может быть, конечно, узкая тема. Скажем так, в киберспорт вернулись герои третьи, возможно, благодаря моду хота. Вы как считаете, это выросло новое поколение, и им понравилась эта старая ленингдарная игра? Или это, скажем так, мы соскучились по ним, и вот поэтому? То есть, потому что рост, он очевиден, что вот они стояли на месте, и, соответственно, сейчас вернулись, по крайней мере, по локальной киберспорте. Ну, лично мне третьи герои очень близки. Мы в свое время сами проводили по ним много соревнований. У нас даже была хаус-лига, в которой участвовало 27 городов, причем не только в России. Было два лан-финала, зимний в Москве, в Краснодаре проводили летний. Тогда это действительно было массово. Потом это все ушло на спад, потому что новые игры выходили, героев никто не развивал, новые версии героев были немножко в другом жанре построены, и поэтому, конечно, комьюнити потихонечку сошла на нет. Сейчас есть некий ренессанс, но это в основном все-таки более старшее поколение, которое ностальгирует по тем самым героям. Есть несколько хороших энтузиастов, которые проводят соревнования, стримят, показывают, как это все, можно сказать, делают из этого шоу. И молодые люди тоже начинают на это смотреть, но вы поймите, вот я, например, своей племяннице рассказываю, вы знаете, у меня здесь были в свое время любимые сериалы, вот ты любишь сериал, посмотри, пожалуйста, это. Она говорит, там графика, я, говорит, на нее смотреть не могу. Вот то же самое и здесь. То есть для молодого поколения та графика, которая была в «Третьих героев», даже с учетом, что ее там переделали вожди, еще что-то с ней сделали, это все равно не то. Поэтому здесь я очень хочу, чтобы это оказалось не так, но я все-таки считаю, что это останется максимально низшей истории и серьезного распространения, к сожалению, не получится. Ну, скажу так, мы до сих пор можем поиграть героев «Третьих» и получаем от этого удовольствие. Позже тогда вот еще вопрос с этим же связанный. А вот вы сказали про ремейки выходят, да? А вот получается, что те игры, которые в киберспорте, они ведь все, скажем так, не новые, им ни один, ни два года, несмотря на то, что выходят моды. Как вы относитесь с вами к ремейкам и стоит ли перевыпускать, делать ремастеры именно в киберспорте? То есть, например, вот вторая «Дота», то есть я сам тоже там тестером был, ну, практически в 2011-м даже вышла тестовая версия. То есть уже 10 лет прошло. Стоит ли перевыпускать с новой графикой и, возможно, даже что-то там обновить, при этом оставив, например, старую вторую? Ну, смотрите, когда мы говорим, имеет смысл или нет, для кого? Для производителей игр? Да, имеет. Тот же самый Blizzard показал, что, несмотря на то, что в плане киберспорта «Третий Варкрафт» переделанный стал даже немножко хуже, чем был до этого, для бизнеса был неплохо. Продажи получились вполне себе достойными. А сейчас вот «Диабло» они делают и так далее. Поэтому с точки зрения киберспорта, честно скажу, в моем понимании здесь, как у программистов, работайте, трогай. Потому что новый график – это новые баги, это новые проблемы, это новые сложности. не привлечет это большого количества новой аудитории к этой игре. К этой игре аудиторию могут привлечь селебрити, могут привлечь кастеры, могут привлечь новые какие-то медийные истории. Но никоим образом не графика. Но это мое субботничное место. У нас время подходит к концу. Я снова займу свой пост. Спасибо большое. Интересный очень разговор. И на правах ведущего я задам еще один вопрос, который меня интересует. Вот какие игры, которых мы, ну, даже аудитория, может, еще не знает, но которые вы увидите, у которых есть потенциал, которые вы можете посоветовать, и почему? Я, наверное, какие-то конкретные игры не посоветую. Опять же, посоветую. Это для кого? Если для молодого поколения тот же самый Майнкрафт является очень хорошим конструктором. Но если мы говорим про что-то более серьезное киберспортивное, вы поймите, это своего рода чудо. Вот когда производитель игры выпускает игру, никто в мире не может сказать, она вот взлетит, или провалится. Ни одного специалиста в мире не существует, который мог бы сказать, в чем здесь вот хитрый, в чем магия. А уж если мы говорим про киберспорт, это магия в квадрате. Я могу сказать только направление. В моем понимании, сейчас, в ближайшие пару лет, будет активно развиваться мобильный киберспорт. Вот это совершенно точно. А дальше, ну, дальше, наверное, будет какая-то дополненная реальность. Хорошо, уточню. Какая игра произвела на вас самые сильные впечатления из новых, из свежих, из последних? А можно, я тогда вот тоже хотел спросить, все-таки личный вопрос, наверное, все спрашивают, а вы сами сейчас играете во что-то? Не в киберспортивное даже, а вот для отдыха, для души? Вы знаете, я очень мало имею на это время. В основном, я играю в районе Нового года. Сейчас я на недельку уходил в отпуск, за это время я нашел игру, совершенно казуально, у меня просто было интересно поискать что-нибудь отечественное, хорошее. Я нашел игру «Черная книга». Это такая, не знаю, карточная игра, основанная на русских летописях. Вот она мне показалась, наверное, достойной внимания, потому что она и играбельная, и реиграбельная. Но в целом, так я немножко сына в тот же самый «Клэш-Рояль» тренирую. У нас очень мало времени, и в зале есть вопрос. Мы его зададим. Передай, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте. Хотел обсудить судьбу как раз «Валоранта» сейчас в последнее время. Потому что на запте, как известно, и на том же «Твиче» быстро занял лидерские позиции, а вот у нас как-то не пошло. Будет ли продолжаться киберспорт по этой игре у нас в СНГ? Ну, здесь вдвойне сложный вопрос. Потому что все, что касается игр, где есть стрельба на территории Российской Федерации, к киберспорту официально не относится. Мы можем проводить поэтому физкультурные мероприятия, но никак не спортивные. Это несмотря на то, что на международной арене это признано. Поэтому говорить в рамках реалий российских здесь вдвойне тяжело. В моем понимании игра неплохая, но здесь есть много сложностей, начиная от стоимости этой игры и заканчивая неким менталитетом. То есть, во всем мире популярна более Лига Легенда, а в России более ДОТ. Ну, здесь, опять же, это своего рода магия и замешанная на менталитете. Я хотел бы верить, что у Аранта будущее в России есть, но, честно говоря, пока все сводится к тому, что это маловероятно. Ну что ж, уважаемые участники программы, время нашей передачи подходит к концу. Я хочу еще раз поблагодарить нашего гостя Смита Дмитрия Вячеславовича за очень интересный разговор. Спасибо вам, спасибо за вопросы, спасибо Антону Александровичу Егоровичеву, заместителю директора Института вычислительной математики и информационных технологий по старому ВМК. Я журналист Рустам Вафин. Спасибо вам, до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПО типичный экономик и конкурен «И agric Pl din о rain» МИ Zone